Горы Цинчэншан в районе Ду Чан Йена являются одним из древнейших очагов доосизма в Китае. Этот прекрасный горный комплекс является домом для многих таовских и буддийских храмов. Хочется добавить, что эти горы бесснежный круглый код. Многие туристы приезжают сюда отдохнуть, сходить в поход, либо посетить древние храмы. Добраться сюда очень легко. Можно добраться из города Чинду. Есть прямой автобус из автовокзала Чадянцы в Чинду. И езда займет у вас около полутора часа. Также можно отправиться сюда на поезде. Поезд из Чинду, из северного железнодорожного вокзала с остановками в городе Ду Чан Йен и в Цинчэншане займет у вас на дорогу около 45 минут. И проезд не такой дорогой в районе 20 юаней. Это очень живописный, красивый район. Сейчас вы увидите некоторые виды из фуникулера. А вход сюда стоил около 80 юаней, если я не ошибаюсь. А проезд на фуникулере оплачивается сразу в обе стороны. И стоит около 46 юаней на одного человека. Интересно, что я бы вам посоветовала наверх проехаться на фуникулере, а обратно спускаться пешком. Даже в будние дни здесь очень много именно китайских туристов. И поэтому, во-первых, вас там ждут очереди. А во-вторых, прогуляться по этим живописным районам это высочайшее удовольствие. Вот вы сможете увидеть много интересного, пофотографироваться и провести прекрасное время. Подушать чистейшим воздухом. Насладиться красотой природы. Для многих эти храмы отъявляют собой очень большую духовную ценность. Когда я ходила к этим храмам, меня сопровождал мой китайский друг. И на вершине у храма Лао Цюн, который находится на самом высшем уровне, он мне фотографировать не разрешил. Это очень живописный район. Также вы можете прокататься на вот таком небольшом старинном катере. Во время китайских праздников я бы не советовала сюда приезжать. Это особенно время начала октября. Потому что здесь туристов будет очень-очень много. Чтобы добраться обратно, вы также можете посмотреть информацию под видео. Все, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно путешествовать и наслаждайтесь жизнью. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok